До 29 ноября 2024-го. Чуть больше года осталось у подрядчиков Чувашии, чтобы построить и вести в эксплуатацию три новые школы в Чебоксарах, Новочебоксарске и поселке Кугесе. Напомню, возводятся учебные заведения в рамках концессионного соглашения. Укладываются ли строители в указанный срок? Объекты проверил министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. А вместе с ним и наша съемочная группа. Школы по современному стандарту. Теперь это не только парты, учебники, а целый мир. Спортивный, культурный, социальный. У каждого учебного заведения своя концепция. Например, в микрорайоне Солнечный в столице Чувашии появится образовательное пространство лицейская вертикаль, предпрофессиональные классы. Это значит, что дети с малых лет будут готовиться стать лучшими в сфере медицины, культуры и науки. Рассчитана школа на 1400 мест. Начальный этап строительства уже завершен. До зимы осталось возвести тепловой контур и первый этаж. Говорили, чтобы зиме и к зиме, но хотя бы к Новому году, чтобы нам в конце года контур сожрать. На котельной мы работаем, на котельной у нас проблем по проекту нет. Очень хочется до конца года нам тепловой контур сожрать. Совсем небольшое отставание от графика, по словам подрядчика, есть и в Новочебоксарске. Дело в том, что на площадке долгое время стояли грунтовые воды. Пришлось делать дренаж. Темпы строительства нагоним, пообещал генеральный директор компании. На объекте трудится больше 70 человек. Этого вполне достаточно. Позже их количество, конечно же, увеличится. Ведь работы станет в разы больше. На данный момент работы выполнены на 15-20%. Ведется монолитная работа. Ведется работа по гидроизоляции. Сейчас начнется обратная засыпка. Обратная засыпка. Заказаны оборудование для вентиляции. И через месяц, через полтора начнется монтаж виндооборудования. А также система отопления водопровода, канализации. А вот строительство школы в поселке Кугес идет наоборот с опережением. В планах до декабря поднять три этажа. В сентябре перекроем почти половину школы. Первый этаж. В октябре второй этаж оборудование и материалы поступают своевременно. Люди есть. Работаем с продленкой. Через 7 часов утра до 7 вечера. Единственная проблема. Чуть немножко не хватает финансов. Сегодня заказчик пока не полностью обеспечивает нам деньгами за выполненные объемы и приобретение оборудования и материала. Проблемы решаются. В рабочем порядке они, конечно же, возникают. В том числе строительные вопросы. На всех трех объектах у нас опытные подрядчики, которые уже строили не один социальный объект, имеют опыт и взаимодействие в том числе с Министерством строительства, образования. Кроме того, у министра возник дополнительный вопрос. Это строительство подъездных путей к новым школам. Мы видим, что каждый из этих трех объектов находится на некотором отдалении от общественного транспорта. Здесь будет и довод с детей родителями, будут и, скажем так, пешком дети доходить. Для того, чтобы учесть именно безопасные подходы и подъезды, сейчас всем трем муниципалитетам поставлены задачи. Для того, чтобы они разработали эти подъездные пути. Дальше уже в Министерстве образования мы их утвердим с учетом, конечно же, мнения горожан, родителей, которые в будущем будут посещать эти образовательные учреждения.